Итак, всем привет, с вами Дом Гая, продолжаем играть за Канаду, в прошлом Британии и в будущем тоже. В прошлой серии мы подавили восстание в Австралазии, тут разбирались с политикой, потихоньку устанавливаем промышленность. Собственно говоря, поехали. Продолжим мы по фокусам, точнее по решениям, строить себе фабрики, и вот военные заводы можно подстроить, тоже будем. И скоро уже биль у нас будет принят, либо не принят, но я надеюсь принят. Началась гражданская война в Испании, и следует нам в кому-нибудь отправить добровольцев. И я вижу по отношениям, что вот сюда нам следует отправлять. Эта идеология считается схожей. Ну, хорошо. Туда поедут наши морская пехота, наверное. Конечно, стоит их еще поменять, они очень слабенькие сейчас. Танки у нас вообще, пыль тоже. И вот этого парня, наверное, будем продолжать качать там. Так что давай, ты сюда, и поехал качать нам опыт. Плюс самолетик отправим тоже, конечно же. Так, бит по внутренней безопасности. Цера Уинтера, давайте посмотрим. Эрнеста, либо... Никакой сегмент, конечно, секретная полиция, пускай будет. Вот, Уинтер, либо Эрнест. Я так полагаю, это советники здесь. Эрнест Лапон, да. И Уинтер. Я ожидал, что это будут другие ребята, ну-ка. Не нашел я его здесь. Возможно, я плохо искал, но допустим. Но я почитал из-за этого, что у нас это британские знания, гнайт. А мы будем продвигать бризнанцев. Плюс еще мы тут политическую власть получим. Да, социал-консерваторы потеряют немножко популярности, но это можно пережить. Политическая власть нам очень нужна. Перезаход помог пофиксить проблему с иконками, кстати говоря. И теперь мы будем потепенно сейчас тут фармить опыт. Ну и эту дивизию изменять на нормальную. И бильд проходит, прекрасно. У нас минус разделенная нация. Получаем расширенный призыв. Куча политвластия. Компромиссный экономический план. Очень классный бафа дает. Микрозаводик-фабрику. И маунтри, который дает стабильность и урон наносимым горизонам. Очень-очень приятно. Очень хорошие бафы. Сразу частично мобилизацию нажимаем. И подумаем сейчас, что мы еще можем здесь поставить себе. Наверное, какого-то советника здесь. И нашел я кого хочу. Есть парень на стабильность в неделю. Берем мы именно его, потому что стабильность нам надо поднимать. Это процесс долгий. Чем раньше начнем, тем раньше закончим. И вот у нас квебек в огне происходит из-за этого. Так что давайте мы отменяем текущий фокус наш. Хотел я дойти до исследования. Нет, делаем фокус в квебек в огне. Тутические у нас выбор подавить квебекцев. Либо сетевое положение, контроль и утвердить королевскую власть. Нужно подумать, что у нас будет по приятию. Просто как обычно, у нас вот под этими фокусами не пишется, что здесь будет происходить. Очень я не люблю такие фокусы. Но в теории что-то нормально да будет. Вот это звучит очень интересно. Вот это звучит непонятно. И мы пойдем по правому пути. Я подумал, будем вводить военное положение. Это выглядит как-то понадежнее. Хотя я подозреваю, что там везде все одно и то же. Но допустим. А вот и последствия божьих ранних короля. Куча политка минус поддержка войны. И надо будет сейчас подавлять кучу квебекцев. Ну, что поделать. Здесь вот у нас советник поменялся. Окей. И давайте-ка. Во-первых, политку мы все поставим вот сюда. Да. Будем сейчас подавлять их. Сразу фокус берем. Я думаю, следующий. Да, здесь минус. Плюс политка получается. Плюс здесь политка. Почему бы нет? Поехали дальше. И надо советника, наверное, поставить. Я думаю, возьмем вот этого парня. В сумме с этим они должны дать... Куда-то он не туда... Да, вот сюда пошел. Должны они дать 50% прироста населения. Я думаю, это будет неплохо. У нас потихоньку оно будет расти. У нас все-таки его не хватает. Ну и опять же, максимум фабрик в регионе тоже будет нам очень полезно. Здесь не так много доступных. Да, здесь вот много. Но мы будем очень плотно застраиваться именно фабриками. Так что нам нужно слов как можно больше. Тем временем, здесь начинается война на Балканах. В Америке начинается война. В общем, происходят всякие ужасы. Но давайте мы будем отправлять везде доброльцев и фармить нам так нужный опыт. Тем временем, в США началась тоже гражданская война здесь. И мы сейчас, я так полагаю, новую Канаду заберем в себя. Да. А давайте, кстати говоря, турне начнем. Надо популярность короля повышать. Да, там, возможно, еще какие-то ивенты будут. Но самое главное, популярность повышать. И давайте мне уже Канаду. Я очень ее бы хотел получить. Во Франции восстали колонии. Все как обычно, кстати. Нет, военная экономика это нам не даст. А жаль. Тем временем, социалистическая Россия тут захватывает территорию. На Ближнем Востоке. И, блин. Вместе с Россией, я думаю, Франция станет очень сильной. Да, все равно положение примерно то же. Да, Германия против интернационала и Россия. Но они теперь едины прям будут. В своих, так сказать, нападениях, в своих суждениях. И очень важно еще, что будет в Италии. Если в Италии будет союзник Германии, союзник нас, то будет круто. Если это будет союзник интернационала, то все усложнится. В том числе с Испанией то же самое. А вот, кстати говоря, и новая Англия, как я и говорил. Сразу пропускается. Мы там, кстати говоря, контроль над палатами сделали. Отлично. И вот это нам неинтересно пока, что нам интересны вот эти фокусы. Поэтому мы идем сюда. Можно здесь формировать марионетку. Но я думаю, вы знаете, что мы сделаем? Мы сделаем военную оккупацию. И давайте здесь сделаем губернатора. В средстве пускай он пока и будет. И поставим вот так. Пускай он наполняется. Починение там потихоньку заполнится. Но фабрики нам здесь, фабрик, ну как бы немало, да? Фабрики нам отсюда очень пригодятся. У нас демонстрации. Но что поделать? Как я говорил, популярность падает. Поэтому надо поднимать. И можем захватить Аляску. Да, давайте. Забираем себе Аляску. Канада становится посильнее. И параллельно тут техи подкачиваем, какие, собственно говоря, можем, какие нам нужно. Наверное, вот сюда. Коста-Рика просит защиты, дадим. Всех, кто на что-то попросит, все получат. Но кроме каких-то наших очень важных ресурсов, либо тем более территорий. А вот какую-то помощь в обмен на потом какую-то поддержку. Вполне себе. Панама захватывает канал. Нам нужно что-то с этим сделать. Остать в покое, нет. Либо контенте. Да, давайте. Нет, давайте вообще потребуем канал. Собственно говоря. Пускай отдают. Французская республика развалилась. Ну, сейчас поможем им пересобраться. Панама соглашается с условиями. Отлично. Мы получили себе панамский канал. Очень уверены. Мы получили там какое-то решение про Коста-Рику. Но я его не вижу. Ну, что поделать. Самое главное, чтобы канал у нас есть. Очень это прекрасно. Там все хотят войти. Уже вошли. Да, сейчас будем помогать французам отбиваться. Не хватало нам французов восставших. Восстают еще и ямки. Но нет. Мы не выделим новую Канаду. А вот подавить эти восстания вполне себе. И вроде как это достаточно просто. За 20 дней, да, всего лишь политик тратится. Так что мы можем это выдержать. И это еще подчинение выдаст. Судя по всему. Это выглядит очень прекрасно. Это поднялось, но только из-за этого ивента. Так что додавим мы сейчас. И получим себе неплохой буст с этих территорий. Уже на самом деле получаем. И это еще с вот этим вот. Черным понедельником с Великой Депрессией. Ну и мы еще получили дебаф неприятный. Стрелленный торговля США. Дело бы от него избавиться, конечно. Но что поделать? Кстати говоря, какая-то турне дает плюс баф от всего. Но я бы не сказал, что они особо сильные. О, смотрите-ка. Панама там с Коста-Рикой воюет. Мы можем попробовать им там помочь. Нет, давайте. Знаете, что мы сделаем? Сразу туда, на всякий случай, отправим гарнизон. Это может пригодиться, я думаю. В один момент. Эти войска, пускай пока там остаются. И здесь, я думаю, этими войсками тоже нам вполне хватит. Теперь у нас есть эсэр. Давайте-ка найдем теперь... Какой ивенты. Вот они. Ну давайте начнем всех приглашать потихоньку. Ты не скапитулировал, но нам это не интересно. Опускай французы все захватывают. Так, давайте-ка там. Приглашаем вас всех. Помогаем в Панаме там. И сейчас будем заниматься тем, что... Ага, здесь нельзя так сделать, да? Значит, будем сейчас вручную здесь везде пробиваться. Ну что, надо сейчас возвращать французы все их территории. А их много, этих территорий. Сразу инвестируем в одну фабрику эсэр. Нам нужно фабрики раскачивать. И едут у нас здесь войска. Биться с оставшимися. Параллельно мы всех тут приглашаем. И мы добились мира между Коста-Рикой и Панамой, я так полагаю. Вроде бы. А там, кстати говоря, началась война в Венгрии. Ну что ж. Хотелось бы не отправить добровольцев, но у нас пока есть и свои конфликты, на самом деле. Есть там комитет по борьбе с голодом. Не хочу я политку тратить. Мне много где она пригодится еще. Так что пока только... Ребята, держитесь. Мы с вами. Раз у нас тут есть копившиеся инвестиции уже. В себя мы уже инвестировали, да? А давайте заинвестировано было, наверное, в... Нет, давайте в Индию. В первую очередь. Потому что Индия надо, чтобы победила в Индии. Желательно. А здесь война такая же сложноватая. Обычно вот эти парни побеждают. У них, видите, фабрик побольше. Потом в Франции, потом, может, в Сардинии какую-нибудь. Ну или там, посмотрим. Я вижу, что по каким-то причинам я не могу здесь высадиться, да? Следовательно, что? Следовательно, давайте... Альтернативными путями пойдем. Вопрос только как? Наверное, вот отсюда. Да. Ну, видимо, да. И вот к нам пришел кризис беженцев из США. Тоже неприятный ивент. Нужно будет... Вот это вот сделать и решать, что как мы будем делать. Но пока многое куда мы что тратим. В США очень неприятные дебафы нам дают. Но самое главное, кобекцев подавить и подавить янки в наших территориях. И наша высадка поехала. Сейчас начнем нападать отсюда. Ну, высадка проходит так себе, я бы сказал. То есть, вот мы... Хотя, слушайте. Если мы высадимся здесь, нам, в принципе, этого хватит. Мы потом уже отсюда сможем нападать. Нажимаю я атаку, чтобы побыстрее, поточнее, вот сюда пробиться. И отсюда мы уже можем направить войска в другие точки. Или если мы успеем до реинфорса, мы успели до реинфорса. Все войска теперь надо просто вот сюда отправить. И все будет отлично. Здесь уже со снабжением, со всем. Мы нормально выбиваем. Еще и с моря помогаем, конечно же. Так, кризис беженцев еще хуже стал. На самом деле, очень много мэнпауэра сейчас фармим. Я немножко даже этим доволен. Но недовольства от потери политической власти, мне кажется, все-таки побольше. Следовательно, стоит как-то этой проблемой уже заняться. И... Блин, но сначала великая депрессия. Сначала промышленность. Оба-на. Вот и капитуляция вперед подъехала. Мы, наверное, дадим Франции это забрать. Я надеюсь, он это заберет. Нет. А. Происоток называемая затролка. Ладно, нет. Мы справились без затролки. Но это было близко к тому, чтобы быть затролкой. Давайте займемся тем, что территорию здесь и повозвращаем в Францию. Я надеюсь, у нас сейчас будет решение, собственно говоря, это и сделать. Иначе это будет очень странно и смешно. Ну да, есть. Хорошо. Когда закончим действие, вернем. Пока что из-за снабжения не будем. Вот, я так полагаю, одно за дно. Сейчас мы все странно здесь захватим. Блин. Небольшие затролки случаются, но прям конкретно затролки здесь не будет. Если говорить, генерал, кстати, получил интервента. Я этому несколько рад. Пускай он еще подкачается. Это будет у нас генерал спецвойск. Но надо будет еще потом подкачать обычных генералов. Потому что у нас будет, скорее всего, больше одного. Боисовск у нас будет побольше. Ну и здесь сражение продвигается достаточно успешно. А вот, вот, вот нас и затроллили. Нужно 63, чтобы забрать стейт. У нас только нету. Кайф, кайф. Мы выходим на белый мир. Я считаю, что вот это бред. Поэтому я аннексирую это во Францию. Как и должно быть. И вот это теперь тоже будет отдать во Францию. Ну, потому что это реальный абсурд. Вот, кстати говоря, восстание Янки закончено. Получили мы за это еще и политку. И стабильность приятно. И самое главное, подчинение. Это тоже очень приятно. Давайте пробуем тайной полиции. Нет, не можем. Какой бы военный губернатор тогда? Пока еще не вырастет. Ну-ка, или этого не хватает? Установление норм плюс 20%. Понятия не имею, что это. Но допустим. Ладно, будем так аккуратнее. Сейчас мы делаем смотр армии, чтобы поставить вот этого советника себе, чтобы опыт начать формить. Затем возьмем вот это на промышленность. И затем уже начнем заниматься Америкой, я думаю. Инферская служба радиовещания появляется тут. И, конечно, внимание на врагах. За границей. Однозначно. Ну, Ирландия вступила в Респакт. Это, конечно, хуже, чем Вантанту. Но, опять же, я не уверен, что это вообще возможно. Да. Но самое главное, чтобы не в Интернационал. И слава богу. О, османы умоляют о помощи, я так понимаю, да? А, нет. Это Осирия умоляет о помощи. Ага, интересней. Давайте-ка, что мы здесь можем вмешиваться от имени? Давайте постараемся вмешаться. Если понадобится, мы должны даже все это войска перебросить. Хотя они у нас и не самые сильные, но удерживать чисто смогут. Плюс мы уже скоро, я думаю, поменяем наши шаблоны. Кстати говоря, у нас уже неплохо так мобилизовалось население. Это хорошо. В первый раз по 90 тысяч тоже очень уверенный. Все-таки у нас плюс 150% прироста населения. Более того, Османская Федерация предлагает это. Принимает наше предложение. Приятное. Мы получили еще себе нефть из Бастры. Супер. Вот мы ставим гений организации ради опыта. И идем в инвестиции, в ресурсы. Правильно, мы тут корпорации подстроили. Кобекцев продолжаем опять давить. И у нас уже неплохо так стройка идет. 46 фабрик есть. Но да, очень-очень солидно. Можно, кстати говоря, вот это повысить. Потому что там ломают французы. Но что с ними поделать? Пока что еще не додавили. А вот мы и закончили здесь. Но почему-то вот эти два стрита не вернулись в Францию. И, наверное, опять-таки мне придется использовать консоль, чтобы их вернуть. Потому что, ну, они не должны оставаться у меня. Это нелогично. У них какое-то там восстание случилось по ревенту. Почему эти территории стоят с уме? А ладно, допустим. Возможно, нужно было добить вот это. И станет получше. Посмотрим. Но если они после этого не вернутся, то, ну да. Я просто верну их сам. Потому что это бред. В Испании тоже победили синдикалисты. Очень это неприятно. Аргентина тоже проиграет. Синдикалисты будут очень сильными в этой игре. Так что нам тоже надо быть не менее сильными. Но фабрик у нас очень-очень неплохо так. И мы еще подстраиваем. Да, и у нас еще очень много места. Особенно благодаря американским территориям. И вот я передал эти территории Франции обратно. Как они должны быть, да. Собственно говоря, надеюсь, ничего от себя не сломалось. Да, ну посмотрим. И как у нас еще Франция себя чувствует? Ну, так себе. Союзники у нас не слишком-то сильные. И придется нам в одиночку во всем справляться. Кстати говоря, здесь лонг очень сильный, да. Такой, да. Очень-очень. И, ну это лучше, чем, собственно говоря, синдикаты. Но вообще я бы надеялся, чтобы эта война шла как можно дольше. А эта серия, я думаю, подходит к концу. Помогли мы Франции все свои территории удержать. Хотя по-нормальному они вообще не должны были отваливаться, да. Потратили мы силы на это, вместо того, чтобы в Испании помочь победить нашим, там, в этом... Здесь, в Болгарии, тоже победить. Здесь, в Аргентине, победить. Ну, хотя бы Франция осталась более-менее целой. Так что, ребят, с вами был Добгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok